Я не решила. Я приехала и ничего не знала, практически не знала русский язык. Мы прилетели в Москву. Нас собрали наши охранники, мы их называли охранниками. Они не были охранниками. Мы ездили автобусом в вокзал, чтобы ехать в Воронеж. Это было ночью, феврал, значит снег, лед, холодно, темно. И я просто, я была, я не знаю, в восторге, это не то слово. Просто все было настолько интересно. Я была без слов. И мы вот ходили, садились на поезд, и там вот этот коридор, в каждом окне растение висит. И нам сказали перед уездом не снять фотки на вокзале, на транспорте. Потому что тогда еще были законы, что это было запрещено. И не снять фотки, где русские, без того, что мы попросили разрешения. Потому что из-за Советского Союза людям было неудобно. Зачем их снимают? А может быть, будет беда потом, что их наказывают за это, что они вроде общались с иностранцами. А пожилые люди, они всю жизнь жили вот в такой обстановке, и им было неудобно. И поэтому я не сняла. И я думала, я решила, что все поезда будут такие, а потом можно, когда уже вот понимаю, как это делать незаметно. Пошли никогда не видела. И это вот эти женщины, кто ездит на поездах, они вот этим занимались сами, ухаживали за эти растения. И вот в Англии ты просто такое не видишь, что работа на поезде, и хотят, чтобы там было уютно, как дома. Первый раз я ездила одна в школу. Я ездила с подругой, она жила в том же доме, но в другом подъезде. И мы ходили на остановку, и там они тогда не убрали лёд. Значит, снег, люди ходят, это лёд, ещё снег, очень скользко. Мы дошли до остановки, я остановилась, и большой мужчина просто подошёл, поднял, поставил на ноги и ушёл. Я, потому что в Англии мой опыт, это большинство людей бы делали вид, что они ничего не видели. Он знал, что делать, и просто сделал. Я ему незнакомая, но... И потом без слова он отошёл, как будто это ничего. Много чего удивило. Всё было, всё просто так интересно. И когда надо было уехать, я просто не хотела. И потом это случайно. Вот, когда мы закончили, были на четвёртом курсе, в этом году одна девушка из нашего университета работала в школе в Сочи. И у них много было носителей языка, 15, по-моему. И она первая, кто приехала и была в России раньше, и знала русский язык. И сравнительно с остальными, она была чудом. Потому что она знала, что квартира хорошая. По тем временам хорошие квартиры, хорошее удобство, транспорт не такой плохой, вот, работа хорошая, зарплата хорошая. И она не жаловалась. Ни на что не жаловалась. Ей нужен билет на поезде, она сама ходит, покупает. И она занимается своими делами, когда не работает. Она дружила с людьми, потому что она знала язык и вообще не жаловалась. И он хотел ещё людей из этого университета. Он думал, что это университет. И это не университет. Это то, что у неё была стажировка, пока она училась. И повесили объявление на доске. И так я устроилась на работу.